Обычно ансамбль МВД играет на концертах, однако в этот раз повод исключительный. Соревнования по греко-римской борьбе в честь бывшего полицейского Рафи Израиляна. В 2015 году он скончался из-за травм, полученных в ходе погони за пьяным водителем. Да, он занимался борьбой из города Рубцовска, потом поступил в БИИ в институт школы милиции. Здесь он продолжил занятия нашим видом спорта. Ну и соответственно уже даже когда он был на службе, он постоянно посещал залы, постоянно находился в нашем круге общения и участвовал на соревнованиях. Теперь же соревнования проводят в честь него. Более ста человек собрались почтить его память. Среди них семь спортсменов-международников и участники из Казахстана и Киргизии. Эти соревнования не особо важны в отборочном плане, поэтому некоторые гости приезжают ради тренировок. Ведь сибирские борцы давно славятся своими навыками. Через месяц рейтинговый турнир в Бишкеке имени Радбека Санатбаева. Вот туда мы хотим, там участвовать и там выиграть. И из-за этого мы сюда прилетели, чтобы проверить себя, насколько мы готовы на этот турнир. Для наших алтайских бойцов соревнования стали отличным шансом посмотреть на другую школу единоборств. То с азиатской стороны, они взрывные, где-то, как сказать, техничные, какие-то там быстрые идеи, лучше у нас, наоборот. Немного вязкая борьба, завязать, сковать. Однако традиционные соревнования не единственное направление, в котором работает фонд имени Арафи Исраиляна. В прошлом году организация выиграла конкурс благотворительных грантов. Теперь его участники, совместно с МВД и титулованными спортсменами, активно продвигают правильный образ жизни с помощью мастер-классов. Мы активно работали с детьми, со школами, с правоохранительными классами, с кадетами. Проездили по четырем городам с нашей агитацией патриотизма, добра и спорта. В будущем фонд планирует продолжить работу с молодежью края. Следуя принципам жизни героя, говорят основатели, можно развить себя как физически, так и духовно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.